Новый способ, как отдать претензию в магазин. Магазин не принимает претензию у вас и придумывает какие-то бредни, выдумки про то, что без директора подписывать не буду, сначала надо отдать в сервисный центр, а это нужно сюда, пятое, десятое, короче, не подписывает у вас претензию. Реальность, да, такое бывает, особенно в маленьких магазинах. Новые правила торговли 2021 года обязывают магазин принимать претензии, но некоторые не принимают. Как можно поступить? Официальный ответ от нашего государства какой? Отправить почтой России. И тогда в день отправки и будет день, когда вы отправили претензию, предъявили требования. Хороший способ рабочий, но кто-то хочет, чтобы все было быстрее, не хочет идти на почту и, соответственно, хочет именно в магазин нанести. Есть интересный способ, который мне подсказали знающие люди. Смотрите, способ этот нестандартный, о нем мы никогда не говорили, и он абсолютно логичен. Что у нас написано в федеральном законе защиты прав потребителей? Там не написано, что нужно принести письменную претензию, на которую распишется магазин. Там написано, нужно предъявить требования. Окей. А по поводу претензии, это уже бумажное воплощение, буквально вот документа оборот. Как там где подписать? Это уже вопросы такие, больше организационные. И все, что нужно, на самом деле, если дело дойдет до суда, чтобы потом суд мог идентифицировать, кто написал претензию и когда, и кто ее принял и когда. То есть, что это реально вы, и что реальный магазин как бы понял, что у вас есть требования. По сути. Поэтому, знающие люди подсказали мне такой способ. А именно способ свидетельских показаний. Как сложно звучит, но как легко реализовать. Вы берете двух своих друзей и идете в магазин. И когда вы приходите в магазин втроем, все знающие директора знают уже что. Что, возможно, это начало их проблем. Потому что, что такое три человека? Это человек, который чего-то хочет и те самые два понятых. Два свидетеля, от которых потом может быть очень много проблем. Так вот, когда вы пришли один и когда вы пришли втроем, это уже разные миры. Вы приходите втроем. Вы и два свидетеля. Просто ваши два друга. Дальше. Вы говорите любому сотруднику магазина, что хотите отдать претензию на возврат товара, ремонт, замену, на возврат денег. И, соответственно, магазин снова выдает вам вот ту оговорку. Мы не уполномочены, я не директор. Все что угодно, говорят. Вы тогда говорите, хорошо, вот у меня свидетель номер один, вот у меня свидетель номер два. Я при них, называйте их фамилии, оставляю претензию. И остаете ее сотруднику. Ничего не надо, чтобы нигде у вас расписывался. Не нужно штаб, не надо подпись, не надо даже дату. Но что нужно? Написать, во-первых, эту дату самому на претензии. Не сотрудник напишет, а вы написать. Во-вторых, немножко модифицировать претензию. Буквально двумя строчками. Написать, претензию вручаю при свидетелях. Фамилия, имя, отчество первого. Желательно телефон, адрес. Не обязательно, но хотя бы фамилия, имя, отчество, телефон. Фамилия, имя, отчество второго. Телефон и адрес. Это то, как, например, оформляют протоколы ГИБДД. Вы видели, когда, например, делают обзор человека, который в нетрезвом виде за рулем. Там просто пишут фамилия, имя понятого, номер один, номер два. И все. И эти люди, они по факту в суде будут 100% свидетелем. Дальше. Вы оставляете эту претензию в магазин и уходите. Что можно сделать? Можно еще это усилить видеофиксацией. Вы достаете телефон и просто снимаете и говорите. Сегодня 13 января. Передо мной свидетель такой-то, Дмитрий Иванов такой-то, свидетель там Марья Захаровна. И я нахожусь в магазине, показывайте магазин там такой-то, где мне сотрудник. Показали сотрудник. Не надо вот прямо официально это делать. Просто как жизненно сняли прямо на видео. Отказывается принять претензию. Можно даже еще раз спросить. Вы отказываетесь принять претензию? Вам 100% будет такой ответ. Я не отказываюсь, но у меня есть правило, что я могу принять претензию только при сдаче товара в сервисный центр. Или я не отказываюсь, но мы претензии принимаем только на наших фирменных бланках. Любую будет вам городить чушь магазин. Вам надо услышать фразу, что вашу претензию в свободной форме он не принял. Он не признается, что отказывается. Они знают, что это нарушение. Но сотрудник Роспотребнадзора и суда, тот же самый человек. И если он услышит от сотрудника магазина на видео фразу, что я не отказываюсь, но и дальше обуславливает прием претензии каким-то другим обстоятельством, то он уже нарушил права. То есть вот этот прием претензий, он должен быть безусловным. То есть он не должен быть задействован с ним в паре. Какое-то другое действие. Фирменный бланк, наличие директора, наличие штамба. Ничего не должно присутствовать. То есть прием претензий является безусловным. У него нет условий для того, чтобы приняли. Понятно, да? Так вот, сотрудник магазина говорит, я не отказываюсь, но и... Вас это вообще не касается, вы это засняли. Говорите, и поэтому сегодня, 13 января, я оставляю претензии, два свидетеля, готово. Все. Если вы так поступите, то, конечно же, вы решите все свои проблемы. Я вообще не представляю, что бы делал директор магазина, когда к нему придет менеджер и скажет, у меня тут был какой-то кошмар, пришли люди, снимали на видео с двумя понятыми свидетелями, оставили какую-то бумажку, в них все указано, ой-ой-ой. Вот на месте директора, когда такое происходит, нужно бежать и возвращать деньги. Нужно бежать. Бежать к человеку, звонить ему в панике. Потому что любое такое действие, оно для предприятия сулит огромные проблемы. Не потому что злодеи хотят чего-то, а потому что магазин был уличен в том, что на самом деле массово нарушает свои права. То есть, ну, не свои, а права людей. То есть, магазин обязан принять претензию, не принимает. Магазин должен вернуть деньги, не возвращает. То есть, это просто организация, которая нарушает все, что можно. И тут директор предприятия должен начать понимать, что, похоже, все мои выдумки, мои вот это вот самоуправство, мое не следование закону обрело видеофиксированную картинку. И сейчас эта видеофиксированная картинка, так еще и с двумя свидетелями, может пойти в Роспотребнадзор и туда, и ого-го. Понимаете, да? Вот и все. Поэтому метод вот этот отдачи-подачи претензий через свидетелей на самом деле является крайне эффективным. И он соблюдает вас от почистовых вопросов. Если вы сейчас подумали, что, ой-ой-ой, как сложно, это же надо прям целая процедура. Ничего, никаких процедур не надо. Все жизненно сделайте, все по жизни. Вот так пришли, оп, это вот один, это два, вот мне отказали, вот оставляю. Все, да, все не такая. Я молодец. Кул. И в претензии об Роспотребнадзор ставить в магазине двух свидетелей указали. Две строчки все дописали, две строчки. Фу. И насколько это эффективнее? А надо будет даже это вставить в следующее мое видео, потому что я просто понимаю, для любого реально шарящего человека наличие вот таких вещей, оно и видеосъемки, и двух свидетелей, это просто прямой путь к проблемам, если ты что-то нарушаешь, потому что больше утаить это не получится. Поэтому всем, кому понравилось это видео, кому показался этот метод интересным, новым, рекомендую посмотреть другие мои видео. А кто уж хочет прям поддержать канал, мои идеи, изобретательности, видео, то, что я вам все рассказываю, номер карты в описании. Вот он. О-ху-ху. Смотрите, я сейчас, знаете, куда смотрю? Все на ботинки смотрю. Но кажется, как будто я смотрю на номер карты в описании. Ну и вот у вас он есть, а у меня там ботинки. Для чего номер карты? Чтобы можно было поддержать мой канал маленьким, микроскопическим, нанометрическим пожертвованием донатом. 30, 50, 70 рублей, который составит от вашего бюджета месячного сколько? 0,001% за то, что я позволяю вам чем-то развиваться, узнавать новое. Буду очень благодарен. Ну и буду благодарен, если вы прекратите задавать одни и те же вопросы и уже посмотрите соседние видео. Или кинете их знакомым бабушкам, дедушкам, тетям, родственникам, всем внукам, женам, сыновьям, братьям, чтобы их не обманывали в магазинах. Чтобы они знали свои права. И вместе тогда мы заживем в стране, где люди будут легко возвращать товар, который они должны возвращать по закону. Ура! Увидимся в следующих видео.